Поклонимся Великим Тем Годам. Под этим девизом на площадку выходят участники фестиваля, название которого выбрано не случайно. Он посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне и подвигам героев. Действительно надо поклониться. Поклониться за то, что мы имеем возможность учиться, что мы имеем возможность тренироваться, что мы имеем возможность защищать Родину теперь уже на спортивных аренах. На местах почетных зрителей – ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Когда началась война, Надежде Власовиц было всего 10 лет. Приходилось тяжело работать наравне со взрослыми. Нас со школы снимали с уроков. И когда нас посылали в колхоз, на машине увозили и заставляли картошку рыть, и все ведь для фронта. Мы плакали голодные. Но когда на морковь, мы и радовались. Александра Покулева в те годы работала на заводе имени Фрунза, который выпускал самолеты. 14-летние отличницы доверили важную работу в вычислительном отделе. В цифрах Александра Петровна не путается и сейчас. Спустя 70 лет помнят даже, сколько было на часах, когда пришла радостная весть. Мы все удивились. В 12 часов ночи радио отключали. И вдруг Левитан в 2 часа ночи говорит, внимание, важные сообщения. Мы остановили машины. Слушаем, что за важные сообщения. Левитан объявляет, что подписан договор о мире, что Великая Отечественная война закончилась. Мы все плакали. И сейчас у них наворачиваются слезы. Уж очень трогательный подарок преподнесли те, за чьи жизни они когда-то проливали кровь. Участники фестиваля отдали дань уважения и показали мастерство в танцах, хоровом пении и художественной гимнастике. Говорят, выступать перед ветеранами приятно и волнительно. Ветераны для нас сделали все. Благодаря ним мы можем заниматься спортом, жить, веселиться. Пример ветеранов, конечно, вдохновляет. Никогда не сдаваться. Всегда идти только вперед. Почетные зрители снова в долгу не остались, отблагодарив участников фестиваля бурными аплодисментами. Алина Чемерис, Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.